Мама! Папа! Мхиту? Я так разу нашел вас! Ты беспокоился за нас? Не стоило, Мхиту. Границы свободны. Чужеземцы ушли с них. Но теперь они на наших землях и пытаются говорить моих друзей пойти с ними. Что? Шангази и остальные не понимают, что они опасны. Но если вы скажете им об этом, они поверят. Пожалуйста! Умоляю, быстрее, пока они не ушли! Надо бы вернуться к Прайду. Они наверняка уже соскучились по нам. Ох, давай не будем торопиться, Кита. Фаида! Ой. Вот ты где, а я тебя повсюду ищу. Кто ты такая? Не смею это говорить с моей подругой. Подругой? Боже, Фаида! Я не ослышалась! Кит, остынь! Это всего лишь моя старшая сестра. Не мог бы ты ненадолго отойти. Ох, ладно. Ну-ка объяснись! И где Хила с Хасирой? Они точно где-то поблизости. Но я не видела их с вечера. Уверена, скоро мы уговорим этих львов пойти с нами. Только представь, три сильных самца. Тогда мы точно сможем отомстить. Никаких скоров, Фаида! Не забывай, что Сарафина и детишки тоже состоят в этом Прайде и обо всем знают. Если они успеют предупредить их, целый Прайд встанет против нас и потребует вернуть своих львов. Лучше скорее приводи остальных, пока твой любимчик не захотел тебя убить. Все в порядке, Фаида? Твоя сестра была такой грубой. Знаешь, она большая домоседка. Она хочет вернуться домой как можно скорее. Пойдем со мной, а? Вы хотите уйти отсюда навсегда? Мы с сестрами просто хотим вернуться на родину. Надеюсь, ты пойдешь со мной. Нам нужен сильный самец, чтобы он защищал нас. Хорошо. Но давай сначала вернемся к Прайду. Мне неловко уходить без предупреждения. Что ты думаешь об этих львицах, с которыми общается наш молодняк? Они уже достаточно взрослые для того, чтобы взоветись семьей. А эти львицы вполне порядочны с виду. Но они уже собираются уйти от нас. Интересно, куда они так торопятся? Жаль, что я не успела поговорить с ними. Если они хотят уйти, мы не в силах их остановить. Мы должны позволить им уйти. Но лучше бы Сарафина вернулась скорее, чем они уйдут. Мхи тут так грустят, что его друзья уходят. Шангази! Шангази! Шангази, где парни? Не позволяем уйти за теми львицами. Сарафина? Вы пришли слишком поздно. Они уже ушли. Но они обещали скоро вернуться за Мхиту. Нет! Мы должны остановить их, пока они не увели всех наших самцов! Что это значит, Мхиту? Простите, но это все моя вина. Мы никогда не рассказывали вам о нашей семье. Но те львицы вовсе не бродяги. Они последовательницы злобого короля великих земель. Тех самых, на которых сейчас правит моя дочь со своим мужем. Ваша дочь королева? Но почему вы никогда не говорили нам об этом? Потому что вскоре после того, как сбежали от темного льва, наша дочь вместе с истинным наследником трона вернулась назад. И вместе они свергли его. Но я не могу понять, почему вы все это время жили здесь? Вы ведь могли вернуться вместе с дочерью и жить мирно и счастливо на великих землях! В то время на границах великих земель было небезопасно. Вдоль них рыскали злобные чужеземцы, не дающие никому проходу. Наш внук погиб в войне с ними. Мы остались здесь из-за Мхиту. Здесь он вырос, нашел друзей. И нам казалось, что он никогда не узнает о чужеземцах. Но теперь... Они забрали ваш молодняк лишь из-за того, что им нужны союзники для мести. Мести? Моих сыновей втянули в войну? Да. В ужасную войну против Прайда моей дочери. Поэтому мы должны найти их и остановить, пока не поздно. Почему ты такой грустный? Тебе неинтересно со мной? Интересно, конечно, но... Мне неудобно, что я не попрощался с Мхиту. В конце концов, мы выросли вместе. Стойте! Эй! Да это же Мхиту! Прошу вас, выслушайте меня! Эти львицы опасны! Не ходите с ними никуда! Молчи, дуралей! Теперь твои друзья наши друзья. И они пойдут с нами хоть на край света. Они пообещали нам это. А нарушать обещания нехорошо. Убить семью от моей дочери они вам тоже обещали? Что, что? Я не хочу никого убивать. Кто ты? Храбрый лев или трусливая мышь? Вы все пообещали помочь нам. Да, но вы ничего не говорили про убийство других львов. Особенно про то, что надо убить конкретно членов семьи нашего лучшего друга. Вы наши друзья! Вы обязаны! Я никому ничего не обязан! Ах, перестань! Надоел уже! Ах, так мы никогда с места не сдвинемся. Мы не собираемся становиться убийцами. Мы не хотим убивать членов семьи нашего лучшего друга. Мы пас! Если хотите, делайте это одни! Я так горшусь тобой, сынок. Если бы не ты, было бы уже поздно. Ох, мама, не на глазах у всех. Надеюсь, мы больше никогда их не увидим. Куда теперь, Азра? Обратно в чужеземье? Нет. Я знаю, куда идти. Смотрите, как кто-то идет! Ты в порядке, бабушка? Если ты устала, мы можем сделать привал. Нет-нет, все нормально. Эй, вы двое! Проваливайте отсюда! Королева Бориди не терпит бродяг на ее землях. Но нам нужно поговорить с ней. Добровольно. Госпожа Бориди, с вами хотят поговорить двое львов. Ну? Итак, почему вы здесь? Что вам понадобилось на моих землях? Нам нужны вы! Я? Издеваешься? Нет. Я хотела попросить вас кое о чем. И это будет очень выгодно для вас. Перестань говорить загадками, если хочешь сохранить свою голову у себя на плечах. Вам не интересно? И земли, что лежат рядом с вашими, вам тоже не интересны? Думаю, вам, как королеве, достаточно небольших земель. Давно хочется расширить свою территорию. А теперь интересно? Небольшие земли? Как ты посмел назвать мои горы небольшими, старая хромоногая корга? Успокойтесь, юная леди. Я просто решила, что такой сильной королеве мало этих земель. И я знаю, что ваш пряд вынужден охотиться на соседних землях. Почему бы вам просто не присоединить их земли к вашим? Да кто вы вообще такие? Меня зовут Коса. А это моя бабушка Зира, бывшая королева великих земель. Вы наверняка слышали о ней. Я слышала только о старом королеве великих земель, который убил родного брата ради власти. Что ж, думаю, я дам вам шанс. Значит, Коса, ты проделал столь долгий путь только ради меня. Но что толкнуло тебя на это? Это долгая история. Если совсем кратко, то из-за ненависти кое-кому за то, что не предали меня. Ясно. Советую тебе забыть про эту Санту Барбару и найти себе настоящую любимую. Например, меня. Ясно. Санту Барбару и найти себе настоящуюJO